всем привет приветствую вас на своем канале друзья сегодня расскажу и покажу немножко про операцию просто были такие вопросы что да как до чего дошел прогресс и как все-таки нужно при себе защищать какое-то время может быть вы это не замечаете но когда происходит проходит так сказать большое время то это становится актуальным сильным по здоровью начинаешь кашлять когда ты какие-то соляных шахтах особенно если работаешь каким-то таким ценным породом дерева который особенно экзотой да там дарак она может быть очень сильно гробит здоровье потому как бы вентиляция с деревом это прям некогда же пренебрегаясь только отсосами но когда уже это понимают в один даже поздно я видел людей в столярках где у них стоят станки не просто эти кучи опилок с угла в угол пересыпают потом там раз в неделю собрали большие мешки и выкинули вот когда уже я начал все это собирать понимаю что как бы стружку не собирает но мелкая пурь весь она остается потому и в мастерскую помимо того что респираторов приходится одевать на пришлифовки и там в отдельном помещении это лучше даже делать но еще и при этом даже думать помещение само проветриваться и фентилироваться особенно в зимнее время когда вы не можете просто открыть окно двери там или вытяжку все тепло улетит ну вот по порядку начиналось у меня все с бюджетных наборников лепесточков это уже как бы не бюджетно считается прямо скажу с клапаном обычные простые дешевские когда просто вот такая мембрана и все хотя их срок службы два часа по хорошему и все равно вокруг лица все черное с его копает бывает еще если одеваешь очки то не запотевают неудобство большое и эффективность процентов на 60 это мое мнение я как бы не специализм потом все-таки дошел я вот до такой уже маски кому интересно приемовская 75 00 вопросов вот но если такую берете она уже как бы для рассчитана для покраски как мне объяснили что там где воняет красками лаками в общем в таком духе не только пыль то есть она более защищенная для них нужно брать сразу вот такие вот лепесточки то есть тогда она у вас послужит у меня почти скоро год будет уже как эти мембраны стоят я в ней не крашу вот устанавливается вон как беленький внутрь вот этот самый расходник и хватает на очень долго зависимости конечно что вы делаете но основной фильтр очень долго держится нормально сюда не сразу вот и все но что происходит где-то нами неделю я поработал 2 вот вот какие они внутренняя часть вот какая внешняя за даже рвется за то что когда компрессор иногда еще продувающих с них сдуваешь чтобы на дольше хватало вот так вот разница в листочке это в там где есть вытяжка вентиляции все такое вот то чем мы дышим вот потом я сейчас решил снять что меняю на них фильтра ну и еще почему потому что у меня один фильтр отломился я его тряханул за фильтр вот так вот вытряхивает и здесь вот крепление есть она даже побелела если видно но в общем из трех зубчиков остался всего один ну я его тут на супер клей приклеил сразу все поставил новое и знаю что на какое-то время мне это надолго хватит не знаю как она там разбираться но но раз полгода можно подумать но потом поменяю маску лучше на другую вот недостаток в этой маске очки плохо одевать нос большой все качество герметично ничего не капает на доску сноса но очки одевать плохо неудобно да из подачки залетает вот следующий прогресс уже был вот этот здесь что хорошо обзор больше лучше чем в этой маске я не знаю почему хотя тоже на нос одевается то есть вы не видите вот этого все у вас перед лицом не висит кто на всяких вот таких штучках работал понимаешь что ловишь на мысли что ты там что-то челюсть себе вот опускаешь вниз выдвигаешь чтобы когда там видите все было вот это я использую маску в основном когда все летит в глаза с болгаркой со всяким таким инструментом кстати вот у него тоже надо менять расходники вот здесь вот какая пыль где пролетела здесь сбоку это потому что я не герметично захлопну я сейчас компрессором вот так она больше не попадает когда я отстегиваю залетает сюда вот они края где подсасывал короче вот такая вот штука без них никак сейчас я обрую и сюда одену что-нибудь уже новенькое также что по этой маске они удобно одевать кепку то есть приходится кепку одевать задом козырьком назад это вот что мне мне не понравилось ну и не жмостись вот на этих вот пластинках которые защищают ваш пластик если вы будете красить или что-то будет лететь там какие-то искры вот что угодно там бросать ее она очень сильно пачкается царапается этот лепесточек отклеили вот этот клапан есть и опять стеклышко как новая я думаю что не стоит экономить вот на вот таких вот штучки анциях у меня там штуки 4 еще есть это еще до сих пор первое живот 6 месяц прошел вот как бы из из масок модель у этой маски 68 98 но я думаю их там раздовидности полно она полностью разборная здесь болты стекло меняется все это отдельно продается как бы она вся разбирается я друг купил бушную такую за 1000 рублей в ней не было в этой внутренней самой намордника резинового он скажет что сильно износится ужасно и все в таком духе типа покупайте сами все остальное как бы целое ну и стекло пока цены не понимаешь что типа шкурки выделки не очень стоило там пластик не лепили на нее то есть это вот как бы основные вещи сейчас покажу как это выглядит я же это зеркало один поставил раньше сидением я так маску 2 трех столбах запутался вот где кепка одевается хорошо вот как она выглядит кепка не мешает печки можно одевать ну большие сильно не оденешь очки и голос просмотрим это где-то на макушке висят под них подлетает хорошо сверху снизу вообще сверху особенно но зато не позавотевает снимается элементарно сзади расстегнули через голову сняли сейчас покажу заодно сразу же этот на морде ну этот поборзее здесь сбруя резиновая вся и есть вот такие вот быстрые застежки за них они натягиваются удобно и сбрасывают с головы ну и то наверно мне даже слышно вот она обзорности практически не мешает если кто-то не диски нету но обзор очень большой даже лицо больше открытым не заметно вот такая вот штука все одеваем кепку все одним дублем снимаю говорю как есть сейчас вот у меня стоит система какая воздушный фильтр камазовский лимазовский стоит вытяжка про нее мне ролик есть аспирации это та штука которая вентилирует воздух именно в помещении непосредственно помимо того что есть вытяжка на потолке она она сразу вытягивает на улицу и гудит я сам включу и летом еще ничего но зимой конечно она тепло забирает вот еще мотор стоит на чердаке на самом здесь только сама вытяжка ну и опять же насчет аспирации вот у меня там стоит мешок стружкоотсос который забирает у меня пыль и стружку с циркулярки с ресмуса и с фуганка перейти шланг перебрасывать но когда он убивается с него тоже очень сильно много летит пыли в этой взвесе он не задерживает сильно ее за уме иногда возле него стоял вот этот сам аппарат как бы перехватывать ну и включая вытяжку что с него очень много пыли вот так вот и сейчас я хочу эту башку поменять на вот эту конструкцию вот она вот такая дура она по тому же принципу что справа вот этот фильтр но она уже тряпочная и у меня есть штука стряхивать внутри стружку и и уже я поставлю здесь непосредственно помещение в самом большой стружкоотсос перенесу и она будет вернее то что будет она будет меньше выдавать пыли может практически не будет я столько выдавать она практически в 10 раз выброс меньше чем у тут там что-то 030 или 030 здесь 03003 что-то вот такие цифры то есть вот этот барабан будет стоять топ стружкоотсосе и будет уже здесь пыли будет помещение меньше на порядок это я уже точно знаю просто исходить сначала попробовал вот на этой штуке и насколько в нем пыли много сейчас покажу он не стоит как раз возле циркулярки здесь пыль перехватывать я практически его раз пару дней ношу на улицу на продувку через себя пробивает помещение постоянно сейчас поставлю вот такую здоровенную дуру то есть по вентиляции заморачиваться нужно и обязательно со стружкоотсоса забираю стружку и какую-то пыль но не всю сами верхние мешки они и так не фильтрует ну надеюсь вам это было полезно если не трудно поделитесь это видео своих соцсетях друзья то есть как бы много людей кто чем занимается и этом кому-то может действительно пригодится и спасет или как-то за по здоровью поможет всем спасибо кто за сам до конца удачи всем подписываемся задаем вопросы если есть какие-то и обязательно расскажите как вы справляетесь с такими же проблемой по вентиляции личной как бы с безопасности непосредственно себя и общей продувки помещениям там по-другому придумал но студии диване баева мне понравилось что у него стоят вытяжная система в отдельном помещении туда но вентилируется и оттуда теплый воздух возвращается обратно то есть там совсем другая система и большие моторы стоят но тоже очень классно сделано всем пока удачи